Доброе утро! И с первымаем всех трудящихся. Кто празднует и кто трудится. Вот, собственно, я выезжаю на работу. Вот так вот выглядят школьные автобусики. Все их видели в фильмах. Обгонять нельзя. Вот сейчас знак такой. Раз, сложится, стоп. Опа! Все. Теперь можно ехать. Сегодня обещает быть прекрасная погода. Сейчас плюс 7, наверное. Уже там к часам 12 будет 25. Вот так вот. Вот так вот здесь. Ох, капец. У меня так все болит. Вчера такой был волейбол, конечно, жестокий. Вчера были два, в моей команде, два мексиканца, таких хлопца. Низенькие, квадратненькие. Но настолько офигенные. Они поняли, что я бью. И постоянно меня нагружали. Я так налетался. Так. Что-то хотел рассказать. А! А! Я вспомнил. Я вспомнил. Я вспомнил, что я хотел рассказать. Пока ехал. Вот тут вот все так цветет. А разнотравье всякое. Сейчас переключу камеру. Так вот. Тут есть такая тема, что у каждого штата есть свой слоган. Он как бы есть официальные слоганы. В Википедии можно посмотреть по каждому штату. Есть так сказать прозвища, которые в простонародье укрепились. Есть те, которые дублируются. Либо что-то еще дополнительное. Пишут на license plate. На номерах. Ну, например, там Нью-Йорк штат. Это Empire State. Штат империи. Правда, какой? Надо будет узнать, потому что я даже американцев ошарашил этим вопросом. Неужто британской. Калифорния. The Golden State. Массачусетс. The Spirit of America. И так далее. И тому подобное. Ну, и в частности Нью-Джерси. Это The Garden State. Просто штат САД. САД. По этому поводу много всяких приколов. Даже в фильмах. Особенно, если там смотреть в оригинале. В частности, там где-то Джулия Робертс. В одном из фильмов. Я уже не помню, в каком. Там кто-то ее спросил, почему на номерах Нью-Джерси пишут The Garden State. Она говорит, потому что штат нефтеперерабатывающих заводов не помещается на табличке. На самом деле здесь действительно очень много нефтеперерабатывающих заводов. Ну, отчасти из-за этого и бензин здесь дешевле, чем во многих штатах. Отчасти еще из-за этого и экономика штата повыше. Отчасти из-за этого он как бы довольно-таки развитый и дорогой. Опять же, относительно многих остальных штатов. Не настолько дорогой, как Калифорния. Вот. Но я к чему? К тому, что несмотря на эти все количество нефтеперерабатывающих заводов, все равно Джерси позиционируется как штат сад. Здесь очень много всякой растительности, живности и прочего, и прочего. И именно это становится проблемой для многих людей, которые аллергики. если у нас в основном это тополя, амброзия, что-нибудь еще, то здесь, насколько рассказывают местные и очевидцы, здесь аллергия появляется у людей, даже у тех, у которых никогда в жизни ее не было. Причем это может произойти буквально не на первый год жизни здесь, а на пятый, оно там накопится, накопится. Вот. И аллергии у людей довольно-таки жесткие. Ну, спасаются все банальными таблеточками какими-нибудь. Причем это временно. Цветут какие-то дубы, которые у нас в Украине вообще никогда не цветут. Какие-то виды дубов я имею ввиду. Цветет все. И весной это для многих реально проблема. Поэтому кто подвержен аллергии, не знаю, стоит ли рассматривать джерси для жизни. Кто не подвержен наверное тоже. Но это по поводу того плюсов и минусов этого штата. Но мне пофиг. У меня не было ни на что и вроде как нет. У просто нос никогда не дышит. Поэтому все равно. Вот вот что хотел рассказать. джерси